Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодняшняя торговая сессия очень насыщенный день, причем по разному спектру регионов и финансовых активов. Мы ждем, во-первых, в 11.00 по GMT заседание Банка Англии, решение поставки, голосование по поводу прогнозов инфляции, экономического роста, справительные заявления, в общем, все за один день. Обычно эту торговую сессию называют суперчетвергом из-за такой решительности Банк Англии выкатить вообще все ориентиры по дальнейшим экономическим перспективам, какие-то очень важные параметры денежно-кредитной политики, определяющие, в принципе, то, что будет происходить с британской валютой. Далее, в 12.30 по GMT, переключим наше внимание на статистику по американскому рынку труда, первичные заявки на пособия по безработице. Последние недели нас научили, что ни в коем случае нельзя недооценивать этот релиз, потому что те пиковые, даже экстремальные значения по росту количества обращений за пособиями, указывают на слабость американского рынка труда. И мы с вами ранее уже делали вывод о том, что если американский рынок труда утратит импульс роста, то, соответственно, политика американского регулятора априори не сможет опираться на крепкий рынок труда и не сможет оставаться такой жесткой, к которой привыкли многие трейдеры на протяжении последних месяцев. После этого, в 14.00 по GMT, второй день выступления Паула, в этот раз перед банковским комитетом. Но я думаю, что риторика будет примерно такой же, как и вчера, и такой же, как неделю назад на пресс-конференции. И закрывать торговую сессию будет отчет по первичным заявкам, точнее, по запасам нефти в США в 15.00 по GMT. За нефтью мы следим, поэтому еще один локальный катализатор движения этого инструмента будет неплохо получить, тем более, что мы уже топим за идею скорого теста. Брентом 80 долларов за баррель. Текущие котировки почти 77 долларов за баррель. И 3 доллара для нефтянки при той волатильности, которую мы наблюдаем в последней торговой сессии, это, в принципе, движение максимум пару дней. Поэтому здесь тоже нужно быть оптимистом. Если вы разделяете точку зрения того, что рынок нефти сможет протестировать такую психологическую планку, как 80 долларов за баррель, друзья, нужно визуализировать вместе со мной, наваливаться, опять же, на рынок и ждать, соответственно, движения этого инструмента к данному целевому ориентированию. Давайте начнем с индекса доллара. Текущие котировки 101.62. Прекрасные ценовые уровни, потому что это минимумы с начала мая. Это те значения, которые доказывают, что доллар остается под давлением. Доллару ничего не стоит пройти еще ниже, протестировать нашу первую цель 101 пункт и, соответственно, нацелиться уже на психологическую планку 100 пунктов ровно. Я много раз уже объяснял свою точку зрения, почему я сторонник продаж индекса американской валюты. Наверное, повторяться уже сегодня в деталях не буду. Кому интересно, можете пересмотреть мои прошлые брифинги. Сегодня нужно подвести итоги вчерашнего выступления Павла перед Палатой представителей в Конгрессе. Как и ожидалось, ничего нового мы от него не услышали. В принципе, та же самая повестка, те же самые послания, те же самые заявления, формулировки, что были на пресс-конференции неделю назад. Инфляция остается все еще высокой. Борьба с индексом потребительских цен высокими значениями – это первоочередная задача для американского регулятора. ФРС готов сделать многое, чтобы решить эту проблему. Повышение процентной ставки будет уместно, но фактического решения пока же не принято, потому что все зависит от макроэкономических данных. Смотрим сразу на инструмент FedWatch Tool, который подсвечивает вероятность повышения процентной ставки в июле в 72%. То есть вероятность крайне высока, выше 50. Это можно говорить уже о том, что, скорее всего, да, ставку повысит. Но интересно, что на этом американская валюта сейчас снижается. То есть такое ощущение, что весь позитив, который доллар мог найти на рынке, он уже был ранее найден, заложен в курс, в результате которого индекс доллара пытался продавить сопротивление, точнее поддержку, все верно, сопротивление 102 пункта. И на текущем этапе, оставшись без каких-то прочих факторов поддержки, индекс доллара постепенно снижается, развивая нисходящую динамику и приближаясь к тем целям, которые ранее были озвучены. Десятилетние трежерис тоже снижаются, доходность американских облигаций очень важный индикатор текущей динамики доллара. И при развитии нисходящей тенденции, конечно же, мы понимаем, что доллар тоже будет испытывать давление. Поскольку доллар сейчас не растет на высокой вероятности повышения процентной ставки, я думаю, что мы можем параллельно уже закладываться под идею того, а что если макроэкономические отчеты будут дальше разочаровывать трейдеров, вероятность повышения процентной ставки начнет снижаться. И вот на этом фоне продавцы могут проявить себя во всей их красе. Сегодня первичные заявки на пособие по безработице. По прогнозам показатели снова будут крайне высоки. 260 тысяч, рост 262 тысяч. Если мы увидим такие цифры, то, конечно же, доллару придется снова отступать. И я рассчитываю на то, что где-то поближе к 101 пункту мы завершим текущую торговую сессию. Золото 1932 доллара за тройскую унцию. Золото, конечно же, удивляет своей абсолютно нелогичной динамикой, потому что снижается доллар, снижаются доходности американских облигаций. Золото по-прежнему лежит на локальных минимумах. Это крайне недооцененный инструмент на текущем этапе, поэтому я рекомендую где-то вот в диапазоне 1900-1920 долларов за тройскую унцию присматриваться к длинным позициям, если вы ранее еще не заходили в эти длинные сделки. Также золото практически полностью проигнорировало новостной фон о приостановке работы одного из крупнейших золото-добывающих предприятий США, Ньюман Корп, из-за того, что профсоюзы требуют увеличить долю их доли в прибыли с 10 до 20%, но менеджмент на это не идет. Этот фон почему-то тоже не нашел своего отклика в котировках, но я думаю, что речь идет о каком-то лаге, нелогичном поведении этого актива, поэтому совершенно не удивлюсь, если в любую минуту все-таки на рынок вернутся покупатели и потащат золото вверх. Европейская валюта 1,0992, наша цель 1,10, до нее несколько пунктов. Как только касаемся сопротивления 1,10, можно фиксироваться, друзья. Будут дальше точки входа новые уровни, подсвеченные с моей стороны, тогда вернемся к трейду главным валютным рискам. Рост евро опирается на жесткую риторику представителей Европейского центрального банка, а следом за Филиппом Лейном и Изабель Шнабель вчера выступил Оли Рен, который также является представителем Европейского центрального банка, и также очень много говорил о том, что базовая инфляция в еврозоне все еще существенно выше целевого ориентира, поэтому Европейский центральный банк должен ужесточать монетарную политику. Мы с этими комментариями уже много раз ознакомились на основании заявлений других представителей ЦБ, и, собственно, поэтому и сохранили евро в числе длинных позиций в нашем портфеле. Главный фундаментальный герой текущей торговой сессии – это британская валюта, текущая котировка 1,2766, ждем заседания Банка Англии. Вчера вышел блок статистики по инфляции, высшие ожидания, существенно хуже цифры, чем даже я ожидал, а я был уверен, что инфляция вырастет. Фактически основной из потребительских цен остался на уровне 8,7%, базовая инфляция выросла с 6,8% до 7,1%. Учитывая рост зарплат, учитывая высокие значения потребительской активности, как реакция на постоянный рост цены и, соответственно, желание купить сегодня подешевле, то, что завтра будет дороже, это все уже привело к тому, что английская экономика оказалась в функционной ловушке. Инфляция обновляет локальные максимумы и, к сожалению, какого-то улучшения. В текущих условиях я не вижу ситуации. Нужно, чтобы Банк Англии действовал активнее, поэтому сегодня я жду повышения ставки не на 25 байсных пунктов, а на 50. В этой связи рассчитываю на мощный бочерали пары фунт-доллар, которое должно привести в ближайшие торговые сессии этот дуэт финансовых активов к сопротивлению 1,30. И еще рекомендую смотреть на пару австралийцев против доллара. Текущие котировки почти 0,68. Здесь тоже долгосрочная цель 0,70. И все те же аргументы, что и в отношении, например, британской валюты и европейского актива. Ожидание дальнейшего повышения процента ставки из-за крайне высокой инфляции. В Австралии она сейчас составляет 7%. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...